Одной из центральных тем, прошедшего в понедельник аппаратного совещания при главе Бавлинского муниципального района, стала все возрастающая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, которая равна бомбе замедленного действия. 38 миллионов рублей – это общая сумма долга населения района за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день. Вроде бы дела на ней плательщиков передаются в суд, выносятся решения, так и некоторым иногда наведываются судебные приставы. А коэффициент полезного действия этой работы – мизерный в сравнении с суммой долга, который увеличивается как снежный ком. Вот посмотрим еженедельно, я прошу, значит, отдел внутренних дел, если есть необходимость, значит, с злостным неплательщиком, и точно так же и применять участковых, подключать к этой работе. Никуда не годится. Причины накопления долгов разные. У кого-то низкие доходы, а кто-то просто не считает нужным платить по счетам. По словам директора управляющей компании «Уютный дом» Руслана Хабибулина, есть вполне себе обеспеченные бавлинцы при должностях, но накопившие приличные суммы долга. Относительно эффективно в борьбе с воровством и неплатежами работает водоканал. Например, по словам руководителя предприятия Айнура Гимаева, на прошедшей неделе было составлено 20 актов на бавлинцев, преднамеренно занижающих показания счетчиков. Речь идет о более 3000 кубометров на сумму более 130 тысяч рублей. Чаще всего такие случаи выявлены на улицах Алитакташа и Пушкина. Выявлен и частный дом по улице Первомайской, в которой пенсионер занизил показания почти на 1000 кубометров. Из общей картины возрастающих долгов пока выбивается лишь общество мехуборка. По сообщению руководителя предприятия Ильдара Садулина, сбор оплаты сейчас составляет около 90%, что выше к уровню прошлого года. Но и тут рано радоваться. Каждый десятый пока вывозит свой мусор за счет соседа. На аппаратном совещании рассматривались и вопросы заболеваемости бавлинцев ОРВИ, оперативная обстановка и предстоящий переход на цифровое вещание, о чем мы напишем подробнее в одном из предстоящих номеров газеты «Слава трудом». Айгур Кусейнов, Фаридазьярова, Михаил Курочкин, БРТ.